На этом кукурузном поле в пригороде Чикаго потеряться не страшно, а весело. Именно этим здесь все и занимаются, ведь это настоящий лабиринт. «Мы находимся в 100 километрах от Чикаго, и в пригороде живёт столько людей. Здесь миллионы разных развлечений. Мы решили немного выделиться и создали самый большой лабиринт на кукурузном поле в мире». В этом году рисунок на поле посвятили 60-летней годовщине самого известного киношного секретного агента. «11 гектаров территории и 16 километров дорожек, из которых состоит удивительный рисунок. Каждый год тема новая. В этот раз мы решили посвятить изображение 60-летию Джеймса Бонда». Но как создали такой рисунок? Ричардсон говорит, что лабиринт сделан с использованием высокотехнологичных кукурузных сейлок, оснащённых GPS и специальными клапанами-отсекателями. Благодаря им можно создать узор с самыми мелкими деталями. «Очень необычно рисовать на кукурузном поле. Используется кисть шириной почти в два метра. Это интересный процесс». А если лабиринт будет недостаточно интересен для поклонников агента 007, тогда их точно привлечёт автомобиль «Астон Мартин» 2002 года. Его выставят на ферме в первые выходные после открытия. Машину использовали в фильме о Бонде «Умри, но не сейчас» с пирсом Броснаном в главной роли. Персонаж Джеймса Бонда или агента 007 впервые придумал писатель Ян Флейминг в 1953 году. Теперь имя Бонда стала нарицательным благодаря популярным книгам и фильмам.